Письма Уехали Ну давай вместе подождем Давай Ну во-первых, добрый день Добрый день Да, я прочитаю небольшую такую справку Которую мы смогли составить Из твоей большой замечательной биографии Мы сделали короткую такую выжимку Я прочитаю, а ты скажи, все ли правильно Светлана Бережная Окончила Российскую Академию Музыки Имени Гнесиных по классу фортепиано И Казанскую Государственную Консерваторию И Аспирантуру по классу органа И Клавесина Стажировалась в Брабанской Консерватории В Голландии по классу органа Светлана Бережная выступает С лучшими оркестрами, дирижерами И солистами России, Европы И США, среди которых Ну, несколько имен назову Это Сергей Вравдугин Петр Никифоров Денис Мацуев Максим Федотов Александр Тростянский Полина Осетинская Фабио Мастранжев Ну, тут огромный список Я всех просто не смогу перечислить Все самые известные Наши оркестры Западные оркестры То есть, ну, одним словом Ведет серьезную концертную деятельность Око... Не около даже А вот прям 16 компакт-дисков записано За последние годы То есть, очень активная деятельность В сфере звукозаписи Что интересно и приятно Светлана Бережная является Титулярным органистом А также генеральным директором И художественным руководителем Северо-Кавказской федеральной филармонии Интересный, кстати, акцент В биографии, что Органистом и директором Все правильно? Ну, так оно и есть Куда же деваться от правды жизни? Ну, вот, исходя из биографии Тогда первый вопрос Которого хотелось бы начать Ну, вы действующая органистка Пианистка То есть, активный музыкант С активной карьерой С хорошей Много играете Много очень придуманных Интересных программ Которые вы представляете На сцене филармонии И не только Нет ли в связи с этим Ощущения Так как вы еще и директор Филармонии Крупный, кстати, заметный В России филармоний Нет ли ощущения Как в миниатюре Жванецкого Прокофья Что если очень хочется Кофе в постель Приходится самому встать Приготовить кофе Налить в чашку Лечь и выпить Получается, что вы Сами придумываете Себе программу Разучиваете ее Соответственно, да Отвечаете за афиши За продажу билетов Курируете рекламу То есть, всем сразу занимаетесь Нет ли зависти к артистам Которые могут просто Выучить программу Выйти на сцену И сыграть Ну, на самом деле То, что я стою Всегда по две стороны баррикад То есть, я и чте-то и жнец На дуде и грец Это правда Это сложно И самое сложное, кстати В этом процессе Не сама подготовка программы Там, что я ее разучиваю А самое сложное Когда себя нужно продавать Поэтому я предпочитаю Вообще Уходить от этой ситуации Продажи Самое себя Вот И рекламы Самое себя Я За рубежом, кстати говоря Когда я играю Практически нигде Не знают о том Что я директор филармонии Я предпочитаю Это просто не афишировать Не потому, что я Не уважаю Я глубоко уважаю профессию Наверное, это профессия Для кого-то это профессия директор Для меня получилось Что это Некое Такое Вынужденное Хобби Я не могу сказать Что мне не нравится Мне нравится Вот Мне интереснее Продавать И заниматься Организацией Для оркестра Для Других музыкантов Мне это проще Я это Я это понимаю Когда я внутри Творческого процесса Я не думаю о том Как я это буду продавать Хотя Безусловно Когда рождаются идеи Я понимаю Что это будет Коммерческая составляющая Или не будет Вообще Будет коммерческий результат Я это понимаю Так вот Десять лет назад Я сделала Впервые Программу С такими Проекционными инсталляциями Тогда это В общем-то Никто так не работал И причем Это инсталляции Которые Они реагируют На пульс музыки На темпоритм И так далее То есть это очень любопытная Релакционная история Вот Я прекрасно понимала Что это Будет давать Резонансы Отзывы Будут все прочее Но я не ожидала Что это будет Так долго жить Я как правило Делаю программу Думаю Ну поработаю я Какое-то время А есть программы Которые я Просто Я не могу Их убрать Потому что Их требуют люди Точно так же Как и там Органная музыка Релаксация Антистресс Потому что У меня есть еще одно образование Я Психолог-мотиватор Вот Это то Чем я тоже занимаюсь Вот И очень это люблю И на самом деле Вообще Концерты Это такая Вот Моя двойная миссия Я бы сказала Вот Поэтому Сказать Что мне Тяжело Да Жванецкий был прав Приходится иногда Коя С самой тебе В постели Вот Самое сложное Когда ты играешь А я играю Где-то порядка 100 концертов в год И Трудно Когда ты где-то Просыпаешься В каком-то городе И думаешь А где я вообще Куда я еду Но при этом Мне надо оставаться Директором Я при этом руковожу Куда С этой подводной лодки Никуда Светлана А скажите Пожалуйста А если мы Говорим о том Что Понятное дело Что когда Музыкант Занимается музыкой То чем бы он Не занимался еще Это идет В ущерб Да Тогда вот у меня Такой вопрос В ущерб Что к чему У вас получается В ущерб Управлению Или в ущерб Музыке Вот эта Двойная деятельность Да Я поняла Вот поэтому Я занялась Когда-то психологией На самом деле Да Именно поэтому Честно сказать У меня возникла Проблема Вообще Психология Занимаюсь С 2000 года А потом Уже Университет Мюнхенский университет Психодрамы Проблема Переключения И на сегодняшний день Я очень легко Живу в переключении И мне удается Обогащать Одну профессию Другой Одну студию Другой Точно так же Как я Находясь Где-то за рубежом Я на фестивалях Я нахожу Контакты С прекрасными Дирижерами Солистами Я их привожу сюда В филармонию Мы делаем Какие-то проекты Здесь Мы работаем С нашим оркестром Мы делаем Камерные программы То есть Это постоянно Идет взаимодействие Поэтому Сказать Что ущерб Нет Во-первых У меня в контракте Есть Такой пункт Который еще Был Внесен При Михаиле Ефимовиче Швыдком Что я имею Право Играть концерты В свободное От работы В качестве Директора Время И сейчас Это очень-очень Строго Антикоррупционная Комиссия За мной следит И все прочее То есть Я могу сказать Все концерты Мои Которые я играю Здесь Непосредственно В филармонии Начинаются После 18 часов То есть 19 Дабы Ничего не Пересекалось Играю Я исключительно Если я играю Днем То я играю В свои Выходные Дни И гастролирую Я за счет Отпуска Или я беру Бессохранение То есть Я очень строго Слежу За тем Чтобы Ничто Не нарушилось А потом Работа Директора Знаете Я взяла Для себя За основу Идею Руководства Небезызвестной Императрицы Екатерины Второй Разделяю Властвую Поэтому Для меня Самое главное Чтобы у меня Была хорошая команда На которую Я могу Опереться Так уж Случилось Что Вот За 15 лет Работы Директором Моя команда Сменялась Порядка Пяти Раз Так Получается Так само По себе Люди Устают Люди Переходят Люди Развиваются Кого-то Просто Приходится Убирать Потому что Человек Начинает Зарываться И Не желать Работать Активно Вот Ну Я и сама Прохожу Массу тренингов Для того Чтобы быть В активе Именно Как Директор Но Самое Главное Что Активным Директором Мне помогает Быть Музыка Кстати Говоря Директорство В меньшей Степени Мне помогает Быть Музыкантом Честно Признаться Поэтому Я считаю Что Знаете Как говорят Болезнь Альцгеймера Музыканты Не болеют По одной Простой Причине Что Мы Постоянно Живем в анализе Мы Анализируем То что мы Делаем У нас Работают Оба полушария В активе И поэтому Благодаря этому Благодаря Музыке Я считаю Что я Хороший Директор Вот Можем Можем это Подтвердить Своей стороны Спасибо Так как Мы Слава Богу Не один раз Сотрудничали Свет Как раз Это практически Да Тост Действительно Так как Мы на винодельне Мы поднимаем Тост За этот ответ Спасибо Большое Ну вот Я сейчас Да А я к сожалению Не могу Присоединиться Потому что Я нахожусь Как раз В творческой Лаборатории В данное время Но я душой С вами Тем более Арарат Рядом Мой родной Арарат А как же Творческая Лаборатория Без алкоголя Вот В том то и дело Что в лаборатории Вот без алкоголя Наверное Вообще На самом деле Я очень люблю Вино Люблю Хорошие Вина Так Неплохо В них Разбираюсь Но у меня Есть определенное Время Для Вкушения Вот этого Чудного Напитка Честно Сказать Я очень Люблю Вечер С хорошим Бокалом Вина А так Так как мы беседуем Сейчас Днем То тут Вот Прекрасный Напиток Это чудесный Нектар Мне заменяет Музыка Поэтому Блестящий ответ Совершенно Светлана Ваша филармония Ну мы ее знаем Так как мы часто У вас бывали И надеюсь Еще будем В будущем Это Очень интересное Место Просто даже Архитектурно И скажем так Географически Вы находитесь Действительно В центре города Это здание Историческое Оно было построено Вот Незадолго До Московской Консерватории Насколько я помню С Афоновым же Да тоже Ну да Да Ну в общем Рядом Рядом по времени Что называется 1895 год В этом году Как раз таки Вот у нас с вами Как раз В преддверии Юбилея Интервью Потому что нам Исполняется 125 лет И филармонии И оркестру Так что вот Мы совсем взрослые Скажем так И это Исторический был Центр города Как известно В то время Вокзал Зданием которого Являлась Филармония Всегда был центром В городе Там происходили Все самые интересные События Светские Культурные У вас там есть И ракушка Замечательная На улице Для открытых концертов Да Сейчас Не будем скрывать Мир изменился И И город изменился И регион Вообще другой Да Насколько Удается Выдерживать Вот эту вот Традицию Центра Привлечения Внимания Города Насколько Удается Привлекать Действительно Это внимание Насколько Филармония Центр притяжения Для города И вообще Для региона В принципе Ну Если Если Говорить О том Как это было В конце 19 века То Да Это был Единый Комплекс С Вокзалом Потому что Строила Филармония Владикавказская Железная Дорога Это действительно Так И У нас Прекрасное Здание Которое Проектировал Бельгийский Архитектор Жендеско Вест Мы начинаем В следующем Году В 21 Году Мы начинаем Реставрацию Из-за этого Кстати Я не покидаю Пост директора Хотя я уже Хотела это сделать Три года назад Но мне не дают Вот Мне тоже не дают Меня попросили остаться И до конца реставрации Я вот Буду курировать Эту ситуацию Так вот Удается ли Ну Не секрет Что филармония Базируется Не только В Кисловодске У нас все-таки 10 концертных залов Это все Кавминводы И Везде Эти залы Находятся В центре Городов Стоит Заметить Что Лермонтская Галерея Это прекрасное Историческое здание 900-го года То есть Начало 20-го века Тоже отреставрировано Не так давно Нами Активно работает Филармония На сегодняшний день Дает Более 2000 концертов В год Вот Другой разговор Что качественно Мы изменились И на сегодняшний день Мы предпочитаем Быть Таким Элитным Центром Настоящей Высокой Академической Музыки Академического Искусства Наши партнеры В том числе Санкт-Петербургский Дом музыки Мариинский Театр Московская Филармония И Наши Зарубежные Партнеры Мы все вместе Культивируем Такую Высокую Высокую Планку И событийность Филармоническую Поэтому Сказать Что мы Масскультура Что мы поддерживаем Чтобы нам Побольше ходили На сегодняшний день Хочется Чтобы по качеству Не ходили Мы работаем Для адресной Публики Хочется Привлечения Публика Которая прилетает Сюда На наши Фестивали На наши Концерты Нам удается Это сделать Тем более Что мы работаем Очень плотно И с туристическим Бизнесом И на сегодняшний день Есть Даже Такие Активные Туристические Сезоны Которые зависят От наших Фестивалей В частности Например В июле Очень активно Приезжает Публика В июле Августе Потому что У нас идет Сафоновский Фестиваль Там допустим Славится Наш фестиваль Бархатный сезон В сентябре И так далее Остаться центром Да безусловно Потому что На сегодняшний день Филармония Не только Существует Как Центр Академической Симфонической Музыки Камерной музыки Мы взяли Мы взяли на себя Функции Оперного театра Сегодня У нас Существует 16 Репертуарных Оперных Спектаклей И вот Сейчас Мы готовим Кстати говоря Независимо От Сегодняшней Ситуации Мы готовим Премьеру Кармен Не самая Простая Не самая Малочисленная Опера Но мы Можем Это себе Позволить Потому что Там Много лет Назад Девять лет Назад Уже Мы Создали Хор И Благодаря Этому У нас Очень Расширился Репертуар То есть У нас Сейчас Есть Хармонический Хор У нас Мимический Симфонический Оркест 100 человек Большая Большой Камерный Состав Оркестр Струнный Духовой Камерные Ансамбли И У нас Хорошая Оперная Труппа Поэтому На сегодняшний День Мы Есть И Остаемся Храмом Искусства И Таким Культурным Фортом На юге России Вот И я думаю Что Наши Планы Развития А меня попросили Сделать концепцию До 30-го Года Я ее Сделала И Там Есть И Передовые Технологии Сейчас Вот Мы Вышли Мы Достаточно Легко Вышли На онлайн Трансляции Малыми Средствами Потому Что Фактически Мы Начали Онлайн Трансляции С 20-го Марта Другой Разговор Что Эти Онлайн Трансляции Они Получились Только в моем Исполнении Потому Что Задействовать Большое Количество Музыкантов Нельзя Вот И Сложность Еще Возникла Что Мы Могли Бы Там Какие-то Камерные Коллективы Задействовать Но Музыканты Живут У нас В разных Городах А Как вы Понимаете Сообщение Между Городами То Все Кавказские Минеральные Воды Весь Пятиконечная Звезда Которая Пребывания В онлайн Эфире Я сыграла Порядка 17 часов Музыки В эфире Это Это было Честно Это было Классно Вот я вам Честно скажу Мне Мне понравилось Это было сложно Но это было Классно Считаете ли вы Что орган Это тот инструмент Который Для онлайн Концертов Подходит Ощутить Вот эти Вот Все частоты Тем более В телефонах Даже Вот в таких Вот допустим Наушниках Или Или Из телефона Или даже Даже с айпада Даже с какого-нибудь Более-менее Приличного компьютера Это В принципе Ну Так себе Звук Это же не тот звук Который ты слышишь Когда слышишь Живой орган Ну конечно Конечно Вообще Как я отношусь К онлайн концертов Я отношусь К ним хорошо Только По одному поводу Потому что Нам нужно было Научиться В сегодняшних условиях Жить По-новому Смириться С тем положением Которое Есть И Извлечь Определенные Уроки И Помимо этого Вообще Почему я стала Кстати говоря Делать онлайн концерты Не просто потому Что я хотела Играть Потому что Мне позвонил Один приятель Из Голландии И говорит Ты знаешь Ты не могла бы Начать играть Я говорю Что ты имеешь ввиду Я 10 дней Не слышала Речи живой Я слышу только По телефону А музыка Это главная речь Это музыка Это Когда ты говоришь Сердцем Пожалуйста Начни играть Я тебя очень прошу Это был Реальный Крик о помощи И я поняла Что да Это нужно Я вначале Так очень как-то Смущена Потом Когда я увидела Отзывы И на первом же Просмотре Там было На первом концерте Было сразу же Более 600 просмотров Вот в момент Это было удивительно Я не ожидала Вот Что касается Вот того вопроса О том Насколько Звук Обедняется Конечно Обедняется Любой звук Любого инструмента От барабана До тубы Он обеднен Их обертона Естественно Не записываются Так как нужно Даже при хорошей аппаратуре Вот Но и уши бывают Разные Аппаратура бывает У людей Которые прослушиваются Они по-разному относятся Я хочу сказать Что Наверное Орган Это сложный Инструмент Для онлайн Концерта Если Это делать В определенной Акустике И если Это показывать Определенным образом Оно имеет Право На жизнь Потому что Я увидела Колоссальный интерес К работе Органиста Вообще Потому что Мало кто Видит и понимает Что мы делаем В момент концерта Но Оговорюсь В этих концертах Я играю на трех инструментах Я играю На клавесине На рояле На органе И все эти концерты Дело в том Что я Последние годы Так работаю Я работаю На трех инструментах Параллельно То есть Я перехожу От одного К другому И это Людям интересно И это Разница В звуке И это Как раз Таки И дает Возможность Почувствовать Величину Органа Рядом С маленьким Клавесином Там И допустим Красоту Обертоновости Рояля И В то же время Такую Глубину Басов Органа Все Познается Абсолютно В сравнении Но в сегодняшних Условиях Это имеет Право на жизнь Мы должны Научиться Так жить Потому что Я так понимаю Что мы так живем Не последний раз Мы живем Сейчас в условиях Третьей мировой войны Я это прекрасно понимаю Мало этого Я для себя понимаю Но я позволю себе Немножко Такую философскую Такую В сторону Отход И Я понимаю Что Вот после того Как это все Завершится Будет подобие Нюрнбергского Процесса И будет подобие Такого Кино Обыкновенный фашизм Потому что Это очень похоже По моему мнению Ситуация сейчас похожа И то Что мы сейчас Музыканты Выходим играть Есть такое понятие Ангелы трубят Да Вот Мы трубим Не страшный суд Нет Отнюдь Мы трубим Чтобы Очищать Вот эту атмосферу Очищать Внутреннее И Выживет тот Кто Смирится И пойдет Вверх Тот Кто Захочет Осознать И выйти В Высокий поток Энергии В высокую Духовность И поработать Со своей Духовностью Это довольно серьезная Такая взглядная ситуация Не могу сказать Что самое Опотимистическое Но может быть В каком-то смысле Реалистическое Но какой есть И действительно В любом случае Мне очень нравится Вот этот призыв Все равно Несмотря ни на что Заниматься музыкой Свет У нас такой Очень простой Может быть В каком-то смысле Наивный вопрос Но он нас интересует Все ли можно сыграть На органе Да Вопрос Зачем Я всегда задаю вопрос Что мне задают вопрос Да А можно Мурку Я говорю Можно Вопрос Зачем Если вы меня убедите Что это нужно Я это сделаю Я должна быть убеждена В правильности Того Что я делаю А так все Да Да Тем более Что я занимаюсь Постоянно транскрипциями Мне это интересно Мне это любопытно И могу сказать Что Я вижу инструмент Совершенно иначе Чем Его обычно позиционируют Как сакральный Такой вот Это инструмент Способный На разные подвиги Совершенно И на джаз И на рок И Я работала в разных Совершенно Ипостасиях С органом Ну Это инструмент Очень любопытный Скажем так Светлана Вы сказали Что вы Хотели уйти Вам сейчас Не дали Вы говорите о том Что вы играете Около 100 концертов В год Вы играете 17 концертов Онлайн За последнее время Вы Это за месяц Да За время Вот карантина Да Вы играете На клавесине Фортепиано И органи Да И теперь вопрос Внимание Вопрос Если вы не будете Больше директором Этой филармонии Как вы думаете В каких филармониях Сколько концертов Вам смогут дать Если вы будете Играть на клавесине Фортепиано И органи Это просто На скидку Могу сказать Что зато У каждой филармонии Есть выбор Пригласить меня В качестве пианистки В качестве клавесинистки Или в качестве органистки У меня Утраиваются шансы Это раз Второе Я Нет никакого секрета Я живу Да Я живу На три страны Ой Почему-то сказала На три Боже мой Нет На две Вы представляете Я оговорилась Наверное Что-то будет Так Нет Я живу На две страны Это правда И то Что Я и там И здесь работаю Это правда И могу сказать Что Испания Это мой второй дом Там действительно Меня очень любят Как пианистку Меня там много приглашают У меня много ангажементов Я часто играю с оркестром И Да собственно И в Италии И на Мальте И везде Во многих странах мира Меня приглашают Как солистку-пианистку Вот То есть это Я сейчас не ограничиваю себя Что я вот буду Только на трех инструментах играть Нет Нет У меня совершенно Есть В принципе У меня на сегодняшний день Если говорить О репертуарной музыке Ну порядка Более 50 часов Музыки у меня есть В руках И я могу Оперировать этим Как угодно И Мне просто нужно За три дня Предупредить Что я Что Что хочется Услышать Вот Какая-то программа Потребует Ну если Например Концерт Горецкого Мне надо повторить Там для Клавесина То Чуть больше Надо будет Времени Потому что Ну такая Там Сериальная музыка Она немножко По-другому Ее нужно повторять И так далее То есть я хочу Сказать Что В России Я играю Крайне мало Я фактически В России Играю В трех городах Я играю Здесь На Кавказском Я играю В Москве И в Петербурге Не потому Что я такая Вредная И противная Потому что По-честному Нет времени Или мне надо Предпочесть Зарубежным гастролям Или мне надо Здесь что-то От чего-то Отказаться И поехать Допустим Там Не знаю В Архангельск Или куда-то еще Вот Ну и потом Откровенно скажу Финансовая составляющая Она существует Хоть я и директор Но Основная часть Моего заработка Она Лежит В концертной деятельности Свет Мы потихоньку Подходим Уже к концу Последний Такой Основной вопрос И перейдем на Блиц Не секрет Что орган Часто используется В произведениях Таких Масштабных Что называется С участием Большого оркестра Хора Ну композиторы Любят использовать орган Для увеличения И так уже Масштабности сочинения У вас в руках Все возможности У вас есть оркестр Замечательный Да Есть орган Я думаю Что наверняка Вы многие такие сочинения Уже исполняли В своем зале Есть что-то Что еще Вот не успели Сделать И что Что хотелось бы Ну вот такая вот мечта Что бы хотелось еще сыграть В зале у себя Из крупных Из крупных Сочинений Таких вот Масштабных Я хочу Симфонию Тысячи Сделать Конечно Я хотела бы Малера Сделать Восьмую Да Безусловно Это Эта идея Мы Мы фактически Уже Собрались Ее делать Но так Вот так Случилось Что У нас Этот проект Отменился Были Некоторые Объективные Причины К тому Потому что Вот Президентский Грант Который Мы получили Немножечко Нас Как ни странно Подорвал Он оказался Мал Недалеко Отсюда Во Владикавказе И в Сочи Дали гораздо Больше Грант И много Хороших Музыкантов Просто Переехали И так Как мы Немножко Оголили На тот момент Состав А это было Позапрошлым Году Мы не смогли Осуществить Этот проект Но сейчас Мы как раз Идем К своему 125-летию Я думаю Что в следующем Году В следующем Сезоне Восьмая Малера Все-таки Состоится Это моя мечта Очень 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 Хочется Потом Среди Таких Интересных Творческих Проектов Несколько Композиторов Планируют Написать Музыку Для Такого Своебразного Состава Например В прошлом году Валерий Кикта Написал Кончерты Гросса Для Клавесина Рояля Органа Хора И оркестра Вот И там Очень Большая Большая Группа Перкуссии Вот То есть Вот Нас Сейчас Рассматривают Как Творческую Лабораторию Для Современных Композиторов И мы Говорим Всегда Велком Мы С удовольствием Играем Новую Музыку У меня Есть Такое Ощущение Что Вот Этот Вирус Который Сейчас Блуждает По планете Он Родит Невероятное Вдохновение У людей Потому Что Преодоление Каких-то Болезненных Психологических Реакций Он Всегда Дает Колоссальный Творческий Такой Вот Порыв Это Будет Всплеск Я Убеждена В этом Поэтому Мы Ждем Надеюсь Что Это Не Реакционных Программ Вот И Сейчас У меня В работе Интерактивная Программа Могу Сказать Что Я Вдохновилась Очень На Выставке Интерактивной Выставке Живопись Иван Гога Когда Я была В Мадриде Это Меня Просто Покорило Это Ощущение Когда Ты Находишься Внутри Картины Я Поняла Что Точно Так Ж Можно Находиться Внутри Произведения Вопрос Как Это Произведение Показать Как Его Дать И Как Может Человек Находиться Внутри Этого Звука Звука Изображения Ну В общем Короче У меня Такие Немножко Фантастические Идеи Но Планирую И Я думаю Что В этом Году Что Состоится Небольшой Вопрос Перед Блицем Совсем Маленький Вопрос Такой Вот Просто Кого Из Современных Композиторов Пишущих Для Органа И Для Ансамблей С Органом Вы бы Отметили Из Ныне Живущих Валерию Кикту Потому Что Это Самый Он Самый Плодовитый Честно Сказать Просто Очень Много Музыки Пишет Для Органа Безусловно Его Я Отметила Я Просто Надеюсь Что Сейчас Композиторы Как-то После моих Слов Активизируются Потому Что К Органу Знаете Такое Очень Осторожное Отношение При Балтике Очень Много Органных Композиторов То есть Не Органных А композиторов Например То же самое Петерис Васк Сайвер Калайс Они Очень Много Пишут Для Органа У нас Тут В Армении Тоже Есть Шарафян Который Для Органа Писал Потому Что Он Сам Органист Вот Дружу Он Он Мне Подарил Свой Концерт Эмпориум Альда Лопес Гавилан Совершенно Потрясающе Молодой Классный И я Так Надеюсь Что он Что-то Напишет Потому Что В Испании Скрометнейшую Совершенно Скрометнейшую Музыку Пишут Я Не назову Сейчас Отдельные Имена А то Я Кого-то Боюсь Обидеть Ну Например Павел Павел Карманов Несколько Лет Назад Для Моего Концерта В Домском Соборе Написал Чудесное Прозведение С детским Хором Органом Альтом И Перкуссией Назвал Это День Первый Очень Советую Если У вас Там Есть Детский Хор Сделать Это Вашей Филармонии С удовольствием Ну Да Филармония Больше государственная Чем моя А я Очень надеюсь Ну Давайте Это Давайте Мы Это Сделаем Вместе Я Буду Очень Рада А С Кармановым Конечно Можете Это Расценивать Как Приглашение Вот А Карманов Я так думаю Что Если он Написал День Первый То Последует И День Второй Потому Что Бог Сотворил Землю За Семь Дней Надеюсь Так что В общем Идея Я думаю Что Его Посетит И Я буду Счастлива Сыграть В качестве Органистки И организовать Этот проект Вот Прекрасно Переходим К блицу Карен Тигранович У нас Специалист По блицам Да Я умею Зачитывать Короткие Вопросы Да Отвечать Можно Быстро Можно Медленно Самое главное Честно Итак Мажор Или Минор Мажор Оркестровая Музыка Или Камерная Мы Специально Не Вписали Органную Оркестровая Публика Идет На Исполнителя Или На Композитора На Исполнителя Концерт В Двух Отделениях Или В Одном В Одном Должен Ли Директор Филармонии Обязательно Быть Музыкантом Безусловно Бюджет Или Самоокупаемость Для Филармонии Для Концертной Организации Бюджет Задача Филармонии Это Развлечение Или Образование Это Наслаждение Как Задача Филармонии Безусловно Да Потому что Вы знаете Я вообще К каждому Я бы К каждому Вопросу Маленькую Ремарку Был Вообще Конечно Дала бы Маленькую Ремарку И мне Очень Хочется Это Сделать Потому что Почему Концерт Кстати Почему Концерт В одном Отделении Я Сразу Скажу Потому что Так как Я много Я говорю Еще с Публикой Я общаюсь И я знаю Что если Ты публику Взял Да И она Такая Скульптура Ну нельзя же Она же Застынет Пластилин Он же Застынет Если ты Отпустишь Пить шампанское Во время Антракта Они же Они же Расхолаживаются Они уходят Из твоей мысли Их заново Надо собирать Это Грустно Директор Музыкант Ну я бы сказала Что лучше Когда музыкант Становится директором Чем наоборот Вот Мажор Потому что Я сейчас Хочу быть в позитиве Это просто Это сегодняшний Я отвечаю Сиюминутно Там что-то было Второй вопрос А можно повторить? Второй вопрос Симфоническая Камерная Да Музыка оркестровая Или камерная? Симфоническая Или камерная? Просто понимаете Почему оркестровая? Я позиционирую орган Как оркестр тоже И так как я родилась В оркестре Папа мой Оркестровый музыкант Он кларонетист Да И мама у меня музыковед То есть Я вообще Я себя чувствую Внутри оркестра Как у себя дома Я приняла решение Стать музыкантом Когда я села За фортепиано И начала играть Первые такты Одиннадцатого концерта Моцарта С оркестром Все я поняла Что я дома Все Дальше ходить не надо Ничего думать не надо Мне было 10 лет Поэтому оркестр Про дипломатию Нет Я бы очень хотела Красивый звук Тембристый Или вот эта вот Пищалочка Все Больше ни о чем Я бы хотела Играть с дуэтом Можно это воспринимать Как предложение Я Поэтому я и говорю Да Света Я вам скажу Что армяне и испанцы Это очень такое близкое Что-то Что-то близкое Безусловно Как раз обсудим Спасибо большое Спасибо Спасибо Всего хорошего Счастливо Сегодня я хочу вам представить Своего любимого певца На данный момент И надеюсь Что это будет Долгий Момент Это Лепарита Витисян Мой очень хороший друг Потрясающий тенор Который В данный момент Вместе с нами Находится на карантине В Ереване Вместо того Чтобы быть На своих гастролях В разных частях света Та запись Которую Вы сейчас услышите Была сделана Пять лет назад Ровно пять лет назад Я записывал сам Я поэтому все знаю Это был концерт В котором Лепарит Пел в Шумана Любовь поэта И Комитаса Все записи Все произведения Можно послушать На моем канале Конечно же Я дам ссылку Приятного просмотра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok